То, что Алексей Навальный именно убит, а не умер своей смертью, доказывается растерянностью, которая вызвалась скоропостижность объявления лживых диагнозов о его смерти, которые тут же опровергались врачами, начиная от отрыва тромба, заканчивая синдромом внезапной смерти. Но сейчас важным является вопрос, не как именно убит Алексей, а почему убит? И почему убит именно сейчас? В моем некрологии, написанном в день смерти Навального, я отдал должное мужеству Алексея. Что касается его сторонников, то их и сейчас около полутора процентов избирателей, то есть где-то, наверное, около полутора миллионов. Они и сейчас пугают фашистов. Но дело в том, что организация Навального была чрезвычайно закрытой, с которой невозможно было даже связаться. Многие считают Навального исполнителем требований Запада, но мне это кажется маловероятным. Тем не менее, я всегда призывал поддерживать Навального и считал его единственной альтернативой пресловутому Путину, преступной банде, захватившей власть в России. Власть в России захвачена неизвестными мерзавцами, выпускающими на экраны телевизор артиста в роли Путина. Он был даже не самый популярный, а единственный оппозиционный политик России. Тот, кто реально мог стать президентом в случае, если бы фашистский режим России пал. И падение этого режима – это сегодня единственная цель России, хотя большинство граждан России этого не видят. Вот я и прочил Навального в президенты. Потому что после падения фашистского режима с ним, как с либералом, молящимся на свободы, будет несколько лет свободы, которые здравые силы России могут воспользоваться и получить в России уже не власть Навального, а власть настоящего президента народа. Президента, отвечающего перед народом за итоги своего правления. Это была преамбула. Но если вы ее поняли, то становится понятна и причина убийства Навального. Он был той иглой, в которой была заключена смерть Кощея фашистского. Для режима, особенно его видимой части, всех этих депутатов и сенаторов, всех этих министров и судей, Навальный страшен. И страшен потому, что его сторонники – это не большевики, это либералы, это интеллигенты России. И единственное, на что они точно способны – это расправиться с обижавшими их противниками. Короче, не забудем, не простим. Когда в феврале 1917 года либералы свергли царя, то они только в Петрограде убили каждого третьего полицейского. Почти полторы тысячи трупов выложили штабелями на лед замерзшей Невы. Большевики, у которых при штурме Зимнего в короткой перестрелке погибло семь человек, по сравнению с либералами были просто ангелы. Но Навальный сидел в тюрьме, у черта на куличках, и никому не мешали и не угрожал. Почему его убили? Да еще и без санкции официальной фашистской верхушки. Я про отсутствие санкций говорю потому, что, по появившимся сведениям, заместитель Бастрыкина утром в день убийства отменил плановое утреннее совещание и срочно занялся смертью Навального. Даже их в СКР не предупредили. Но почему его убили? Убийство Навального означает одно. Назревают какие-то события, при которых Навальный должен был выйти на свободу. И остается непонятным одно. А что происходит? Что это за события, в результате которых Навальный должен был выйти на свободу и в конечном итоге прийти к власти? У меня только одна версия. То, что неминуемо разоблачение тайных кукловодов и того, что роль президента Путина играет артисты. Вот разоблачение выпустило бы Навального из тюрьмы героем. Я уже писал, что самым безопасным выходом для фашистов России является объявление о смерти Путина, а потом и признание сквозь зубы того, что типа у Путина из-за его слабого здоровья были двойники. Напомню, что и японцы уже установили, что в России у настоящего Путина минимум два двойника. Посему фашистская сволочь в панике не знает, что делать. И повторю, у кого-то из властных фашистов сдали нервы. И он решил подстраховаться, убив Навального, поскольку фашисты не видят, как из этой ситуации с двойниками выкрутиться. Фашисты ведь тупые. Смотрите, даже не говоря о двойниках, в России юристов как говна. И ни один юрист за два года даже не попытался объяснить, почему этой военной спецоперации не совершается преступление, запрещенное статьей 353 УК РФ. Вот как это понять? Вот в этом мне и видится причина убийства Навального. Грядущее разоблачение преступления по замене артистами настоящего президента России. Ну а мы с Валерием Николаевичем Парфеновым решили добавить к этой панике фашистов еще несколько плюшек. Написал и отослав заявление. Депутату Государственной Думы, кандидату в президенты России Дворкову, депутату Государственной Думы, кандидату в президенты Слуцкому, депутату Государственной Думы, кандидату в президенты России Харитонова. Копия генеральному прокурору Российской Федерации Красновой и Центральной избирательной комиссии Панфиловой. Документ называется «Предупреждение о деянии, запрещенном статьей 278 УК РФ». Это статья «Захват или удержание власти вопреки Конституции Российской Федерации». После того, как Центральная избирательная комиссия зарегистрировала в качестве Владимира Владимировича Путина лицо, которое Путиным, скорее всего, не является, мы обратились к председателю ЦИК Панфиловой с подробным обоснованием того, почему есть все основания считать, что избранный в 2000 году президентом России Путин Владимир Владимирович, родившийся 7 октября 1952 года в Ленинграде, либо убит, либо исчез через несколько лет после выборов его президентом России. А захватившие в России президентскую власть преступники вместо настоящего Путина выпускают как бы исполнять президентские обязанности артистов, уже совершенно не похожих внешне на настоящего Путина. И мы сообщили Панфиловой, что в таком случае выборы президента России являются способом легитимизации во власти преступной неизвестной банды, находящейся у власти России вопреки Конституции Российской Федерации. А все участвующие в проведении выборов, все лица, участвующие в проведении выборов, обеспечивают видимость демократичности и законности введения во власть этой банды, являясь соучастниками преступления, запрещенного статьей 278 УК РФ. В ответ на помяутые выше заявления в ЦИК, сообщаемые кандидатом в депутаты, в президенты, мы обязаны были получить от Панфилова официальное утверждение, что зарегистрированный ЦИК кандидат в президенты под фамилией Путин действительно является Путиным Владимиром Владимировичем, родившимся 7 октября 1952 года в Ленинграде. Но вместо этого Панфилова поручила мелкому чиновнику Центральной избирательной комиссии пригрозить нам наказанием за клевету. Мы обратились с жалобой в Совет Федерации к Матвиенко, генпрокурору Краснову, директору ФСБ Бортникову. Матвиенко и Бортников до сих пор молчат, а Краснов, вопреки закону, поручил мелкому чиновнику переправить в ЦИК наше заявление, посланное на имя генпрокурора. В ответ на повторную нашу жалобу Краснов поручил мелкому чиновнику Матветить, что, цитирую, «Прокуратура Российской Федерации полномочиями по надзору за деятельностью Центральной избирательной комиссии России не наделена». Вот так. А Панфилова в ответ на перестанное из генпрокуратуры наше заявление в генпрокуратуру поручила мелкому чиновнику еще страшнее напугать нас. Отказ Панфилова и Краснова подтвердить, что ЦИК зарегистрировала в качестве кидата настоящего Путина, является доказательством того, что преступление, запрещенное статьей 278 УК РФ, совершается членами ЦИК и генпрокурором как минимум. И члены ЦИК надеются на то, что вы, кандидаты в президенты, примкнете к ним и станете сообщниками этого преступления. Исполняя требования части 2 статьи 316 УК РФ «Укрывательство преступлений», считаем своим долгом предупредить вас, что в таких условиях вы обязаны потребовать от ЦИК и генерального прокурора официально сообщить вам, что зарегистрированный ЦИК кандидат в президенты России действительно является Путином Владимиром Владимировичем, родившимся 7 октября 1952 года в Ленинграде. В генпрокуратуру этот документ поступил 18 февраля и зарегистрированный под номером IDGP 666-880. Одновременно принял этот документ и интернет-приемная ЦИК. На этом закончу. Будем ждать, что будет в дальнейшем. Попри все, мы, шановні глядачі, вистояли и обовязково переможемо. Бо разом мы сила. Підпишитесь на канал, ставьте вподобайку, пишите свой комментарий та поширюйте цю информацию.